МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как Североказахстанская область готовится к предстоящей зиме? Все ли социальные объекты и дома подготовлены? 13-летний Николай Иванов, прикованный к инвалидной коляске, не может выйти из дома. Съемочная группа МТРК разбиралась в ситуации. Шахматный караван дошел до Петропавловска. Эстафету приняли от жителей Кукшетау, где и стартовал проект. Что интересово приготовили организаторы. Мышечная дистрофия Дюшена. Такой диагноз Николай Иванову поставили в 2016-м, на шестом году его жизни. Наследственное нервно-мышечное заболевание ударило со всей силы по организму ребенка спустя 4 года. Тогда у Николая отказали ноги. На этом его проблемы со здоровьем не закончились. Нарушение сердца эта болезнь прогульсирует, потому что мышцы у нас отказывают. И нарушение легких. На данный момент у моего произошел сына сбой, у нас ожирение третьей степени. У нас нехватка витамина Д, потому что ребенок не видит белого света. Мама мальчика объяснила, что из-за сильного набора веса врачи, которые наблюдают Николая, предполагают, что у него может развиться сахарный диабет. В 2020 году женщина с сыном и еще двумя детьми заселилась в арендный дом по улице Ибраева, 111. По словам Марии Ивановой, она просила квартиру на первом этаже. Одна из них тогда пустовала, но ее просьба не была услышана. На первом этаже пустовала трехкомнатная квартира, это 21-я, где существуют, естественно, пандусы для таких детей с ограниченными возможностями. Но мне отказались, сказали, что у меня трое детей не положено. Что положено там с четырем, с пяти. Я сказала, ну раз у меня ребенок колясочек, почему я должна на втором этаже, как я буду передвигать его, гулять, ему же тоже охота с детьми пообщаться, воздухом подышать. Мне сказали, хотите заезжайте, хотите нет, ну то есть на второй этаж. В 21-м году туда заселились строители. А в 2022 году в трехкомнатную квартиру заселили женщину с двумя детьми, рассказывает Мария. Несколько лет она просит помощи у местных властей, потому что не может молча смотреть на то, как ее ребенок остается запертым в четырех стенах. 13-летний Николай очень хочет общаться со сверстниками. Говорить им привет не с окна квартиры, а находясь на детской площадке или на футбольном поле рядом с домом. Скажи, если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты себе загадал? Гулял. И в школу ходил. Рано с того, и в школу пошел. Из-за проблем со здоровьем мальчик находится на домашнем обучении. Любит математику. Николай тянется к знаниям и творчеству. А еще любит социальные сети, особенно ТикТок. И видео про супергероев. В перерывах мама помогает ему разминаться. Как мы зарядку делаем? И раз. Вот так, молодец. Вторую. И фон, положите. Вторую руку как поднимаем? Помогаем, да? Вот так вот. Вот так мы поднимаем. Вот так вот. Трехэтажка, в которой живет Николай и его семья, рассчитана на 27 квартир. В Акимате и сельского района нашей съемочной группе объяснили, что беседовали с теми, кто живет на первом этаже дома, на предмет обмена квартирами. Но никто из них не захотел уступить ребенку-инвалиду. Для него в трехэтажке установят пандус от крыльца до второго этажа. На сегодняшний день разыгран конкурс. 21 августа он разыгран. 5 сентября уже у нас имеется поставщик ИП Алинур, город Астана. Но на сегодняшний день обязательства не выполнены. Насчет невыполнения у нас работы проводятся с ним. Беседы проводили с ним. Но вот он в эту пятницу, на этой неделе обещает поставить свою работу. Выделены были суммы в размере 750 тысяч. Договор заключен на 620. Кульсара Абулкасова добавила, что в случае, если квартира на первом этаже освободится, ее дадут семье Николая Иванова. Вот только когда это произойдет, сказать сложно. 545 тысяч казахстанских семей получили выплаты государственного пособия по многодетности на 273 миллиарда тенге. Об этом сообщили в Минтруда. С начала года все социальные пособия семьям повышены на 8,5%. На них могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих детей или студентов в очной форме обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. В регионе активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. В этом году североксахстанцев теплом будут обеспечивать 24 центральных котельных. На их подготовку выделили 763 миллиона тенге. Эти данные, исполняющие обязанности руководителя областного управления энергетики ЖКХ Водис Вафлукин, озвучил на брифинге. Завершаются работы в Айртауском, Мамлюцком, районе Габита Мусрепово, Тимирязевских районах. В Айртауске районе, в Самомолколь ведутся работы по установке дымососа, дробилки. Работы уже выполнены на 97%. В Мамлюцке район на центральной котельной завершаются работы по ремонту котла, утеплению тепловых сетей. Район Габита Мусрепово, центральная котельная Черемушки ведутся работы по текущему ремонту теплотрассы, замене насосов и электрики. Срок завершения до 20 сентября. На котельной в Тимирязевском районе ведутся работы по установке котла и ремонту теплотрассы. Срок завершения работ до 20 сентября. Что касается заготовки угляту, на этот сезон необходимо 618 тысяч тонн. 419 тысяч из них для жителей области. На сегодня они заготовили только 37%. К слову, цена на твердое горючее топливо варьируется от 12,5 до 20 тысяч тенге за тонну. Стоимость зависит от марки и дальности поставки угля. В случае выявления завышения цен Акиматом области совместно с Уполномоченным органом по защите и развитию конкуренции мы направляем им запрос о правомерности завышения или роста стоимости реализации твердого топлива. Бюджетными учреждениями заготовлено 136 тысяч тонн. На сегодняшний день операторами проведены плановые ремонтные работы подъездных путей к местам розничной реализации угля с оборудованными подъездами и стоянками для грузового автотранспорта. Кроме того, операторами реализации угля заключены договора на отгрузку 228 тысяч тонн. Завершается подготовка к отопительному сезону в Петропавловске. В социальных и жилых зданиях провели промывку и опрессовку систем. Сегодня в областном центре насчитывается 1164 многоквартирных дома. Почти все они готовы к зиме. Рассказал водец Лафулкины о ситуации на ТЭЦ-2. Сейчас там идет ремонт на двух котлоагрегатах и турбине номер 3. На складе стратегически важного объекта имеется 116 тысяч тонн угля и 641 тонн на мазута. В Петропавловске сосед по съемному жилью оформил кредит на пенсионера. 26-летний мужчина вместе с ним долгое время снимал в городе комнату. Войдя в доверие к пожилому человеку, злоумышленник получил доступ к его телефону и банковскому приложению. В результате чего оформил на имя соседа два кредита на 300 тысяч тенге. В деньгах он остро нуждался и собирался быстро вернуть их. Займы потратил на ставки в букмекерской конторе, так и не поправив финансовое положение. Сейчас афериста лишили свободы на три года и шесть месяцев. Никогда никому не доверяйте свои персональные данные, открывающие доступ к банковскому приложению. Помните, номера банковских карт и CV-коды с их обратной стороны, разовые коды, приходящие в СМС, необходимо сохранять втайне, никогда не открывать их посторонним лицам. Также нельзя пересылать кому-либо фото удостоверения личности. Они также могут быть использованы для оформления кредитов, либо для обмана других людей. 30 августа в стране начали действовать новые правила для водителей электросамокатов. Теперь по закону на этом виде транспорта можно ездить только по правому краю проезжей части, тем, кому исполнилось 18 лет при обязательном наличии водительского удостоверения любой категории. По обычной тротуару или пешеходной дорожке со скоростью не более 6 км в час, не создавая опасности для движения пешеходов с 16 лет, обязательно необходимо знать правила дорожного движения, плюс необязательно иметь водительского удостоверения. Вместе с тем водителям электрических самокатов запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить пассажиров и груз, поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении. Также запрещается. Буксировки электрических самокатов и электрическими самокатами. Пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве. Передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств. При управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема. По информации полицейских, с начала года дорожно-транспортные происшествия с участием электросамокатов не зарегистрированы. С начала введения закона в СКО к административной ответственности привлечено 65 водителей электросамокатов. 14 из них получили штраф, остальные – предупреждения. Айгирим Хамзина, МТРК Правила нужны не для того, чтобы их нарушать, а для того, чтобы быть в безопасности. Важность соблюдения правил дорожного движения полицейские объясняют детям и их родителям. На встрече в средней общеобразовательной школе-комплексе эстетического воспитания номер 8 офицер батальона патрульной полиции показал третиклассникам значение жестов регулировщика, а его коллеги рассказали об основных правилах и опасности их игнорирования. Раздали специальные памятки и ответили на вопросы. В завершение полицейские попросили детей начертить схемы их дороги из дома в школу и обратно. Ребята взамен получили рекомендации, касающиеся безопасности маленьких участников дорожного движения. Хотелось бы обратиться к родителям, что нужно ежедневно объяснять своим детям, что необходимо неупрестительно соблюдать правила дорожного движения, в особенности не переходить улицу в неустановленном месте, ездить на велосипеде по пешеходному переходу или светофор, а также не играть вблизи проезжей части. Такие встречи стражи порядка проводят в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!», которое проводится с 27 августа. За последние две с половиной недели полицейские зафиксировали почти 650 различных нарушений правил дорожного движения на территориях, прилегающих к школьным и дошкольным учреждениям. В основном это нарушения правил маневрирования, нарушения правил стоянки и остановки автомобилей. Переход проезжей части не по зебре. К нам сегодня приезжали полицейские и рассказывали про правила дорожного движения. Я вообще сам знаю про правила дорожного движения. И я знаю то, что нельзя переходить на красный свет для пешеходов, нельзя на мигающий переходить и на транспортном светстве переезжать нельзя. Нужно с него слезть. Переходить улицу в неположенном месте запрещено. По итогам восьми месяцев на дорогах Североказахстанской области зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых пять человек погибли и 64 получили ранения. Диана Салихова при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Мы, стоматологическая клиника Beauty Den, с 2017 года воплощаем мечты наших пациентов о здоровой и безупречной улыбке в реальность. День за днем мы делаем все возможное, чтобы внедрить новейшие инновационные технологии. Оказываем полный спектр стоматологических услуг. Работаем только с качественными материалами. Наша команда врачей – это сформированная и слаженная группа профессионалов с многолетним опытом успешной практики. Отзывы наших пациентов свидетельствуют о качестве и результативности наших услуг. В Beauty Den каждый пациент – это ценность, и мы гарантируем индивидуальный подход к каждому. Наша цель – дать вам не только идеальную улыбку, но и комфортное, безболезненное и доверительное посещение стоматолога. В Республике стартовала акция «Чистый четверг» по благоустройству и очистке территорий объектов культуры и музеев, которые вошли в республиканский перечень значимых объектов. В области действуют 17 музейных комплексов, 7 из них в Петропавловске. Сегодня на территории резиденции Аблайхана аманатовцы вместе с сотрудниками музейного комплекса очищали прилегающую территорию. Сейчас мы проводим эту акцию по нашей области, совместно с общественными деятелями и студентами, и непосредственно работниками этих музеев. Акция началась с этой недели. Буквально вчера было в Краеведческом музее, вот это мероприятие проходило. У нас в целом сейчас в планах охватить все исторически важные места. В рамках партийной работы у нас есть проект «Тазалайк». В рамках этого проекта наше молодежное крыло «Жастаруха» тоже по области проводит ряд мероприятий по очистке, озелению, благоустройству территории не только города, но и в целом в области. Резиденция Аблайхана входит в наследие ЮНЕСКО. Ее восстановили в 2008 году. Площадь территорий составляет 1,58 гектаров. Я считаю, что сегодняшнее событие очень важное. Очистку территории в нашем музейном комплексе мы проводим в четверг и воскресенье, весной и осенью. В акции задействовали порядка 30 человек и одну единицу спецтехники. Диана Салихова, Камила Карим, Александр Янцен, МДРК. В департаменте полиции СКО выбрали сотрудника на звание лучшей оперуполномоченной. В конкурсе участвовали 20 офицеров, которые уже признаны победителями в своей сфере. Криминальная полиция, управление по борьбе с организованной преступностью, по противодействию экстремизму наркопреступности. Особенностью проведения конкурса в этом году состоит в том, что он проводился между всеми оперативными подразделениями департамента полиции, так как в прошлые годы в нем участвовали только сотрудники управления криминальной полицией. Полицейские показывали навыки владения боевыми приемами, проходили испытания на физическую и огневую подготовку, показали знания законов и ведомственных приказов. Лучше всего с заданиями справился майор полиции Куандык Капаров. Работа оперы является творческой работой, ты не ограничен рамками одного уголовного дела. То есть в оперативно-розыскной деятельности можно придумать различные способы, различные комбинации, которые позволят изобличить преступника. Также именно в работе опера должна быть настойчивость, уверенность в своих действиях, знания, физподготовка, естественно, потому что в любой момент ты можешь оказаться с преступником один на один, и тебе нужно будет его задержать. У 35-летнего майора два высших образования. В органах внутренних дел служат с 2011 года. За три года работы в подразделении по борьбе с наркопреступностью Куандык Капаров раскрыл много дел. Наиболее значимым в его карьере стало самое крупное за 10 лет изъятие запрещенных веществ. Победитель представит нашу область на республиканском уровне. Куандык Капаров примет участие в конкурсе Министерства внутренних дел. Анна Богословская при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Шахматный караван дошел до Петропавловска. Эстафету приняли от жителей Кокшетау, где и стартовал проект. Сегодня на центральной площади города организовали масштабное мероприятие. В нашей области шахматы очень популярный вид спорта. Порядка 5000 североказахстанцев занимаются шахматами. Примечательно, что 3500 – это сельские жители. Принимаем эту эстафету и хотим придать импульс этому виду спорта. Тем более, что у нас есть чем гордиться. Недавно наши казахстанские шахматистки завоевали второе место. И считаю, что они подают хороший пример для того, чтобы наша молодежь была мотивирована ходить на шахматный сектор. Вдохновением для создания проекта послужил Великий Шелковый Путь, который наряду с торговлей нес культурное и спортивное наследие разных городов по всему миру. Этот турнир – часть масштабного ребрендинга Казахстанской Федерации Шахмат. Так, в масштабном состязании из числа любителей, то есть не мастеров спорта и выше, были отобраны 20 человек. Эти 20 человек сейчас играют полуфинал. Из этого полуфинала три человека победители – это только любители. Мы не допускали международных мастеров, гроссмейстеров. То есть для того, чтобы было возможность у каждого попасть на суперфинал. Финальная битва умов состоится в Туркестане 10-11 ноября. Каждая игра будет сопровождаться пышным праздником, говорят организаторы. Петропавловск тоже не отстает. К такому событию хорошо подготовились. На центральной площади города красуются надувные конь и ладья, а рядом стоит шахматная юрта. Именно там состоится турнир. Посмотреть на состязания и поболеть за участников собралось немало людей. Перед стартом для зрителей представили концертную программу. После выступлений пришло время начинать турнир. Участники заходят в юрту и рассаживаются по своим местам. Яросл Жексыбаев – самый молодой игрок. Ему всего 11 лет. Тем не менее, у него уже есть свои достижения. Увлекаюсь шахматами с 5 лет. Сначала я играл с отцом. Сейчас у меня второй разряд по шахматам. Дважды ездил на республиканские состязания. Дома около 30 медалей и 5 кубков. Большинство участников здесь играют в шахматы еще с юного возраста. По словам участника шахматного каравана Кайса Райджанова, ребенка нужно с детства заинтересовать этой игрой. Шахматы развивают логическое мышление и внимание. Из числа участников только трое примут участие в гранд-финале 10 ноября в городе Туркестане. Призовой фонд составит 5 миллионов тенге. На ледовой арене Дворца спорта имени Александра Винокурова состоялось открытие чемпионата Казахстана по шортреку. В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов из 8 областей. Возрастная категория участников от 9 до 13 лет. В честь нашей области защищают 22 спортсмена. Молодой для Казахстана вид спорта год от года обретает в нашей республике наибольшую популярность и динамично развивается, отметил главный судья соревнований Федор Андреев. Шортрек – это разновидность конькобежного вида спорта, но само слово шорт, то есть короткая дорожка. У нас дорожка, разметка 111 метров, в связи с чем она считается короткой. Длинные лезвия, дистанции в зависимости от возраста. Вот, допустим, сейчас у нас маленькие детки, у них дистанция самая длинная – это 777 метров. После 500 метров – 333 и 222 метра. Дистанции спринтерские. Также у нас есть эстафеты. Эстафеты принимают участие 3 спортсмена в каждой области. Ребята совместно пробегают, друг друга передают. Дистанции также 1000 метров и 12 кругов. В этом виде спорта важна скорость, ловкость и выносливость. Сейчас юные спортсмены готовятся к 500-метровому забегу. Среди них 10-летняя Мария Шумакова. Этим видом спорта она занимается 4 года и показывает хорошие результаты. Мне очень нравится этот вид спорта. Мне предложила пойти сюда мама. Мы готовились целое лето, каждый день. Я ездила много раз на соревнования в другие города и занимала первые места. Соревнования продлятся 4 дня. Победители и призеров наградят медалями и грамотами. Камила, Карим, Александр Янсен, МТРК. Соревнования. Камила, Карим, Александр Янсен. Субтитры подогнал «Симон»